Две победы за одну неделю. Игра ФК Тюмень на проходящем на Кипре традиционном Кубке ФНЛ пока внушает сдержанный оптимизм. Даже несмотря на вынужденные эксперименты, в линии обороны сибиряки не пропускают, а уже в среду сыграют в утешительном финале за пятое место. В день Святого Валентина ФК Тюмень призналась в любви к своим болельщикам, победив чемпиона Латвии Ригу. Решающий вклад в победу сделали собственные воспитанники. На матч команды вышли с осознанием, что за Кубок ФНЛ им уже не побороться. Ранее в группе «Б» Ярославский шинник нанес поражение столичному Чертанова и пробился в полуфинал. На кону у тюменцев и Рижан стояла лишь пятая позиция. В первом тайме острее действовали сибиряки. Вновь пытался открыть фонтан голов Максим Вотинов. Соло-проход оформлял Игорь Леонтьев. После перерыва Горан Алексич решил проверить боем потенциального новичка команды Александра Лихачева. Хотя 22-летний центральный защитник московского «Спартака-2» присоединился к команде только в день матча. Работы у него было немного, но действовал он беспожарно. В середине второго отрезка у тюмени на поле вышли сразу семь свежих футболистов, что и принесло результат. Новобранец Владислав Аслановский подал угловой. Иван Чудин выиграл вверх и скинул мяч на штангу. Где тут, как тут, оказался Егор Глухов. 1-0. Лишь в последние 10 минутки моменты появились у Рижан. После навеса в штрафную мяч заметался, но тюменцы легли костьми, не дав пробить. Отличился просмотровый Ильхачев. На 87-й минуте Рига откровенно простила. После штрафного в паре метров от ворот остался свободный Камил Белинский, который слабо ковырнул точно в Дениса Вамбольта. А спустя мгновение точку в матче поставил Денис Карпов. И какую? Сибирский форвард метров с 23-х всадил пулю точно в левую девятку. 2-0. Сибиряки добились права выступить в матче за 5-е место межсезонного турнира. Для достижения этой цели прошли Саранскую Мордовию. Первый тайм команда Горана Алексича читала, словно ноты с партитуры. Уже на 6-й минуте на табло была зажжена единичка. Крепкая, словно сигареты, балканская звезда. Связка новобранцев Тюмени Владом Милосавльев, Ненат Маренкович дала результат. Навес с левого фланга, скидка в ворота и защитник Мордовии Юрий Лебедев, как заправский форвард, замкнул атаку. После дважды в центре внимания оказывался арендованный у ЦСКА Остеймир Гордюшенко. Подносчиками снарядов нереализованных атак становились Павел Шакура и все тот же Милосавльев. А на 18-й минуте свое слово сказал капитан. Иван Чудин, привыкающий на постоянной основе к роли центрального защитника, выиграл воздушный бой после подачи углового и прицельно головой направил мяч ворота 2-0. Мало того, Тюмень могла делать счет неприличным уже к 23-й минуте. Но невообразимым чудом Гордюшенко дважды пробил прямо в голкипера Мордовии Александра Кобзева после классного корнера Маренковича. У сибиряков на 46-й минуте на поле вышел просмотровый крайний защитник из Долгопрудного Рамиль Зарипов, работы у которого, как оказалось, было много. Егор Глухов решил поиграть в тюменскую рулетку и за 9 минут превратил две желтые в одну красную карточку. Флюгер матча развернулся на 180 градусов. Мордовия носила на ворота Тюмени, но забить так и не смогла. Надо было почти 40 минут отбиваться. То есть это тоже при этой нагрузке, которая у нас есть, тоже неплохо на данный момент. Будут игры, где она, конечно, и будут периоды в игре, где будет нужно, так, как мы сейчас скажем, стояли в штрафной и отбивались. В среду 20 февраля Фыка Тюмень оспорит пятую позицию с победителем пары «Спартак-2» Химки.